На посту ДПС у Амурского моста полицейские обнаружили в восстановленной для проверки документов в машине особо крупную партию гашишного масла. Тойота Калдина ехала со стороны еврейской автономии. Информации о том, что в универсале имелся криминальный груз, по оперативным каналам не поступало. Полицейский остановил автомобиль для рутинной сверки номеров. В Тойоте сидели два человека. Вел Калдину горожанин 1989 года рождения, а на переднем сидении расположился 42-летний пассажир. Рюкзак, в котором были спрятаны пять полулитровых бутылок с наркотиком, лежал у него на коленях. Куда у вас наркотики? Нашли прямо на улице? Ну да. А где, в каком населенном пункте? Далеко отсюда. Пассажир привлек внимание остановившего машину автоинспектора даже не тем, что ручную кладь бережно, как ребенка прижимал к себе. Его удивили ответы на простые вопросы – про документы и телефон. Мужчина утверждал, что не взял с собой в дальнюю дорогу ни паспорта, ни мобильника. Водителя пригласили на стационарный пост для проверки по базе данных о просроченных штрафах, а пассажира, чтобы подругу электронной картотеки выяснить, не находится ли он в розыске. Рюкзак странный пассажир взял с собой. Вполне ожидаемо, полицейский попросил показать, что лежит внутри. Кроме одежды, бутылки водки и початой бутылки пива, пассажир колдины достал из рюкзака кожаную куртку. Оптовая партия гашишного масла была упрятана в ее рукавах. Очевидно, что речь идет о запрещенной коммерции. Вместе с курьером перехвачены 25 тысяч разовых доз стоимостью более 2 миллионов рублей. С места происшествия Михаил Сергеев и Андрей Алферов.